Следователи следственной части, следственного управления, управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли канал контрабанды на территорию Российской Федерации табачных изделий арабских производителей. По версии следствия, 42-летний житель Ростова-на-Дону совместно с соучастниками переправили немаркированную табачную продукцию из стран Аравийского полуострова на территорию России. Незаконная поставка осуществлялась через государство Юго-Западной Азии и одно из стран ближнего зарубежья. В ходе спецоперации фигурант был задержан с поличным в Москве при реализации 40 тонн контрабандной продукции и получении за нее 800 тысяч долларов. В результате следственных действий оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории Москвы, Алтайского края, Новосибирской и Самарской областей, задержаны двое его сообщников. В ходе обысков в жилищах задержанных правоохранители изъяли более 5,5 миллионов рублей, вырученных от осуществления противоправной деятельности. С используемых фигурантами складов изъято 120 тонн контрабандных табачных изделий. По предварительным данным, ущерб бюджету Российской Федерации в виде неуплаченных акцизов, таможенных платежей и НДС составляет более 450 миллионов рублей. Следователем Следственной части Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору и двум его сообщникам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деяний. Хорошевским районным судом города Москвы в отношении них избрано меропресечение в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся судебные экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности. Продолжение следует...